друзья всем привет с вами компания шлифовальной технологии и я березня дмитрий технический специалист и сегодня расскажу и покажу в деле про круги системы роллок и так система роллок это торговая марка компании 3м придумано уже много лет назад уже активно используется очень давно эта система подразумевает собой совокупность оснастки определенные абразивных материалов и систему крепления то есть оснастки переходников ну и по сути даже инструмент сейчас есть с этой системой крепления в чем особенность этой системы все это выглядит и работает следующим образом то есть на кругах имеется вот такой вот штырь винтовой и есть ответная часть на опорных тарелках разных диаметров которые между собой соединяются просто вот так вот поворотом достаточно на пол витка ну или на три четверти витка повернуть и круг у вас крепится так это работает какие преимущества дает эта система сразу об этом поговорим в первую очередь это скорость быстрая замена круга с одного материала на другой по зернистости можно перешагивать и так далее использовать второе круги системой роллок они чаще всего именно маленького размера это 50 75 миллиметров и даже есть где-то там 25 миллиметров то есть это и маленький инструмент под собой подразумевает возможность работать одной рукой в неудобных местах залазить труднодоступные места и так далее чаще всего с пневматическим инструментом сейчас про инструмент дальше чуть поговорим и уже такие совокупные плюсы точнее исходящие из этого плюс которые получаются это отсутствие необходимости центровать то есть это как обычный диск под гайку вы крепите он как бы автоматически центруется у вас по фланцам здесь у вас только нету фланцев которые нужно откручивать прикручивать а как бы круг сам собой центрует это большой плюс сравнение например с кругами на липучке которые вам необходимо центровать при приклейке когда вы их фиксируете собственно опорную тарелку давайте покажу вам чуть-чуть ближе расскажу немного про сами опорные тарелки переходники на каких системах машинок это используется и дальше поговорим про оснастку сделаем обзор нашего ассортимента в компании gtool который есть круги и покажу варианты применения работы с этими кругами и так вот у нас два основных варианта опорных тарелок и стандартно кругов это 50 и 75 миллиметров все раз покажу как работает система то здесь у нас есть винтовая часть ответ на здесь у нас винтовой штырь пластиковый или он бывает металлический некоторых системах других это система ролок еще встречается под другими названиями не знаю как насчет там торговой марки то есть есть quick change диск у других производителей у нортона как-то она называется у сиба и так далее вот мы сейчас используем компании gtool потому что сегодня будем про наш ассортимент говорить используем именно систему крепления ролок то есть у нас вот такая стандартная система изначально стандартная тарелка опорная выглядит вот так то есть она тарелка 50 или 75 миллиметров и с обратной стороны у нее шпиндель 6 миллиметров который у нас может выкручиваться вкручиваться и заменяться на вот такой переходник это у нас для m14 чтобы использовать на электроинструменте на угловых шлифовальных машинах стандартных это сделано для того чтобы у кого нету пневмоинструмента но есть необходимость работы маленькими кругами вы могли работать преимущество пневмоинструмента она естественно большое с точки зрения именно компактности и легкости инструмента но сейчас например есть уже достаточно легкие компактные электроинструменты вот мы будем работать этим машинка от метаба здесь будет на нее обзор ссылка а также компании производители сейчас выпускают и другие инструменты компания offert выпустила специальную машинку системы крепления под ролок и компании miloki например есть уже даже аккумуляторные машинки под ролок то есть они тоже маленькие легкие компактные вот но привод как бы не меняет сути просто изначально эта тема автосервиса там где нужно много залазить неудобные места обрабатывать небольшие зоны контактные вот эти круги имеют очень широкое применение и активно применяется и как бы нужно быстро замена инструмента когда вам нужно начали зачистить краску шпаклевку а потом что-то это место пошлифовать и так далее теперь давайте поговорим про сами абразивные материалы какие применяется расскажу про ассортимент компании g2 и самый первый простой материал это обычные круги с однослойным абразивом чаще всего их называют фибровыми кругами тогда это есть однослойный абразив насыпан у нас в один слой и он используется для стандартной зачистки шлифовки большинстве случаев этот материал в частности в нашем ассортименте производится в 4 зернистостях 36 60 80 и 120 что выполнять стандартные задачи как и лепестковыми кругами то есть это уже достаточно грубая и средняя обдирка которая выполняется этими материалами большинстве случаев мы используем для производства таких кругов материалы с керамическим абразивным зерном чтобы обеспечить высокую производительность так как многие клиенты у нас работают все-таки с нержавеющими стали меди там с конструкционными стали me это будет оптимально для этого применения хотя и для зачистки шлифовки алюминия например эти круги с керамическим зерном также активно применяются и используются затем что есть не в каждом ассортименте в ассортименте компании gtool есть лепестковые круги то есть вот стандартный лепестковый круг только в диаметре 75 миллиметров и системой крепления ролок он точно также может использоваться крепится на опорную тарелку и выполнять ваши тяжелые задачи по зачистке и так далее кроме того в нашем ассортименте есть круги такие mfd с приподнятыми лепестками они позволяют нам подбираться какие-то более сложно доступные места или деликатно обрабатывать скругленные поверхности или искривленные и еще один уникальный круг системы крепления ролок это у нас круги с такими полу загнутыми лепестками для обработки каких-то внутренних стыковых соединений угловых сварных швов и и так далее ну или просто шлифовки в труднодоступных местах кстати у нас получается на тарелку 75 миллиметров не очень хочет садиться скорее всего его оптимально использовать на тарелке 50 миллиметров как раз чтобы у вас была возможность для маневра чтобы она присутствовала это абсолютно нормальная практика когда круги даже вот однослойные 75 миллиметров используют на тарелке 50 миллиметров некоторых задачах это нужно чтобы кружок у вас подгибался и обрабатывал какие-то неровности и скосы поверхности дальше естественно у каждого уважающего производителя должны быть нетканые материалы в ассортименте и вот стандартная линейка нетканых материалов от компании gtool то есть это скотч bright в трех привычных зернистостях course medium fine они могут выполнять у нас как мы знаем и деликатные задачи там зерно файна но в районе 280 обычной липучки скажем так работает или очень похоже на это и могут использоваться для подготовки к финишу полировки и так далее и так далее грубые зерна могут использоваться medium и корс как для зачистки краски каких-то покрытий также для снятия ржавчины или просто понижение шероховатости поверхности или там заглаживания после например грубой шлифовки сороковки и так далее но конкретно для зачистки ржавчин краски и так далее в нашем ассортименте есть еще другие круги это всеми любимые всем привычные кораллы у нас в ассортименте сейчас кораллы там даже трех видов зернистостей здесь будут фотографии меняющих просто в работе нет то есть это круги которые предназначены для зачистки краски ржавчины снятия покрытий заусенцев небольших удаления и так далее но в первую очередь это вот зачистка поверхности металла без снятия самого металла это очень популярный круг очень ходовой мы позже чуть-чуть поработаем покажу как он убирает и насколько это удобно именно системой ролок где это удобно применять и что совсем необычно нашем ассортименте компании gtool очень высокий очень большой выбор материалов доводочных то есть они есть конечно у многих производителей компания 3 у них тоже большой ассортимент доводочных материалов но мы сделали много вариантов и разных по толщине то есть есть стандартная линейка где круги у нас толщиной 6 миллиметров есть также круги толщиной 13 миллиметров то есть обеспечивает больше ресурс ну и в итоге там себестоимость обработки таким кругом получается дешевле и есть даже толстые круги 25 миллиметров хотя они ну пока не очень популярны круги с 6 миллиметров и например очень удобно вот диаметром 75 применять на 50 тарелки потому что у нас освобождается рабочая часть торец и можно применять для обработки где-то даже в угловых каких-то соединениях вполне себе опять же зависимости от инструмента который вы используете насколько вам будет мешать редуктор над вот этой рабочей частью также есть наши уникальные материалы это сиба фг материал здесь используется то есть это материал не доводочный по сути а он относится больше категории clean and strip материалов кругов кораллов но для деликатной зачистки и очистки поверхности можно применять для очистки таких мягких металлов как алюминий и так далее то есть он убирает у нас и краску даже порошку порошковую краску ржавчину но при этом оставляет очень маленькую шероховатость очень деликатная зачистка тоже покажу чуть позже естественно есть полимерные щетки bristol то есть это компания 3м их делает ну и есть компания sunburst которая их производит английская то есть это щетки тоже для очистки ржавчины краски и так далее вот тоже могут успешно и применяется принципе на этих материалах хотя сейчас коралловые круги у них тоже очень долю рынка отбирают этих щеток потому что часто их применять удобнее но для некоторых задач наиболее деликатных эти щетки разной зернистости тоже могут применяться и успешно и конечно полировальные материалы то есть полировальные круги у нас есть два варианта собственно это есть вылочные круги то есть из обычного привычного войлока плотностью 04 и есть из без абразивного скотч брайта кто чем привык работать кто чем умеет хотя примерно по характеру обработки это примерно одно и то же получается по стоимости они не сильно отличаются эти материалы можете уже дальше выполнять финишной операции полировку и так далее все что привыкли делать у нас на обычный уши но когда вы работаете маленьким инструментом все это будет точно также работать и выполнять операции и есть вот такая вот замечательная уникальная по сути позицию компании gtool это переходник с кругов системы крепления роллок на круги системы крепления велкор то есть мы цепляем вот этот переходник он нас все мягкий получается для обработки каких-то деликатных поверхностей это будет вообще супер и например круг системы крепления велкро мы просто сюда клеим и такая система такой переходник у нас опять существенно расширяет ассортимент всех этих применяемых материалов то есть уже появляются все круги на липучке однослойные зернистостью до двухтысячного зерна кроме того если чего-то нет в ассортименте например кругов роллок не хватает то можно смело сюда и доводочные материалы крепить потому что на липучке все это есть скотч bright и разнообразную все это есть и полирование материала тоже полно то есть это переходник вообще находка для тех кто хочет более деликатную обработку делать но при этом система роллок большинстве случаев но она не подразумевает мелкие зерна то есть мельче 120 зерна найти с такой креплением но практически невозможно вот эта штука вас позволит ссылки на все продукты естественно будут в описании кроме того хочу рассказать что компания gtool самостоятельно производит вот эти круги системы крепления роллок поэтому при необходимости друзья мы можем изготовить из вашего материала под заказ с нашим креплением роллок круги для вас например вы хотите какую-то там зернистость например 100 и у вас есть от материала в стандартном ассортименте нету без проблем его изготовим или из других абразивных материалов то есть это может быть даже вот обычный и скотч bright не тканый то есть вполне себе к нему можно приклеить систему крепления роллок для каких-то очень деликатных зачастных задач вот мы пробовали экспериментировали это работает поэтому обращайтесь если необходимо сделать материал для вас все посчитаем и изготовим и касательно используем инструмента то есть в первую очередь система роллок она работает на пневматическом инструменте там и по оборотам чуть более подходящий как правило все таки она подразумевалась для работы одной рукой и пневмо инструмент для работы одной рукой более приспособлен но как я говорил сейчас электро инструмент уже появляется легкий компактный и с высокими оборотами мы своей работе будем использовать вот такую машинку метаба которая у нас есть всего 1600 грамм и при этом не есть регулировка оборотов то есть до 11 600 на самом деле по оборотам тоже есть определенные рекомендации здесь вот я приложу табличку от компании 3m и вот этой машинке у нас хватит для обработки нержавеющей стали для обработки углеродистой стали ну с определенными поправками то здесь у нас максимально 11 600 на 75 миллиметров для стали необходимо было бы 15000 опять зависимости от материала от применения задачи мы можем всю эту штуку варьировать это у нас рекомендованные обороты главное что у нас их не больше это у нас будет безопасно стандартный пневматический инструмент под систему крепления роллок они есть вот машинка от компании евро бур у меня тоже на нее был обзор она может применяться успешно то есть там до 20000 оборотов и там фирменные машинки от компании 3м и других производителей они тоже в районе 20000 оборотов используют для работы кругами системы крепления роллок опять зависимости от диаметра круга материала и задачи которые вы собираетесь выполнять и так давайте мы сейчас посмотрим в деле поуполняем некоторые задачи и обратим внимание как удобно работать одной рукой а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Спасибо большое за просмотр Не забывайте подписаться на наш канал, чтобы новые видео всегда смотреть первыми. Всем спасибо, пока!